Это трио пытались собрать все. Что я тут делаю вообще? Посмотрим мои знания на все в этом мире. Ты не ответишь, давай. Никогда в жизни не поверю. Блин, тяжело. Все, не могу, я падаю. Я лох. Какого цвета? На хуй! Володя, тебя пороть надо. Сейчас я могу выиграть, ебать! Володя, ты обыграй самый умный, это же азарт. Вы просто тупые, на хуй. Ты что думаешь, я вообще тупой, блядь? Ох, 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 ох. За уши тащи меня. А какая-то борьба у нас, да? Ну, здорово! Ребята, всем привет, вы на канале ГАЗ. А у нас в самом разгаре второй сезон самого умного. И кто сегодня пришел? Это трио пытались собрать все, но получилось у Родины. И, конечно же, у нас Краб, Володя XXL и Прокоп. Я вас приветствую, ребята. Привет, привет. Всем добре. Ну, как дела? Отлично. Да вообще супер все. Ну, я вижу, я вижу. Мы с тренировки приехали. Слушайте, знаете, что приятно, что в первом сезоне вы участвовали. А кто помнит, кто сколько баллов набрал? К сожалению, не могу сказать. Я просто помню, что больше всего. Да, Миша и участвовал в гранд-финале, где практически выиграл первый сезон. Я смотрел. Второе место. Второе место занял. Но он в отборочной игре набрал 23 балла. Очень классно. Володя практически дошел до финала и набрал не намного меньше. 20 баллов. Ну, нормально. А я сколько? 18 или 21? У тебя другая вообще, понимаешь, тебе не нужны баллы. Ты, ты набрал суммарно шортами 6 миллионов просмотров на канале. Что надо еще? Что еще надо? Но так, у тебя было 13 баллов. Что я тут делаю? Нет, ну подожди. Вопрос-то следующий. Вы прибавите сегодня? Конечно, прибавим. Мы уже прибавили. Я соревнуюсь сам с собой. Мне главное больше 13. Главное больше 6 миллионов просмотров. Больше 6 миллионов, все будет прекрасно. Мужчины, первый раунд он лишь сделан для того, чтобы определить порядок для второго раунда. Сейчас ваши правильные ответы в зачет не пойдут. Но, как в виде разминки, мы его всегда проводим. Вам будут представлены пять вопросов с четырьмя вариантами ответов. У вас есть прекрасные карточки. Если вы знаете правильный ответ, я попрошу вас синхронно их поднять. Если вы готовы, просто кивните их головой. Давай, давай. Поехали. Первый вопрос. Какая планета Солнечной системы самая большая? Марс, Юпитер, Сатурн или Уран? Давайте, пацаны, мне кажется, никто из вас не знает. Мы между двумя вариантами. Я тоже между двумя. Ну, я не знаю. А, пожалуйста. Можно? Ну, да, наверное, неправильно. Вот ответы правильно, кстати. Наверное, я. Мы с тобой. А, да, окей. Правильный ответ Юпитер? Конечно, да. Ну, я не знаю. Меня могли обмануть вот эти кольца Сатурна. Я вообще по другой логике действовал. Типа, я вот эту читалочку спорил. Раз Меркурий, два Венеры, три Земля, четыре Марс. Я думаю, Марс первый, значит, он больше. Типа, в порядку. Типа, есть такая читалочка, чтобы все планеты знать. Ну, я понял. Ну, ты пока отстаешь. Не переживай. Второй вопрос. Готовы? Всегда. Какой из этих стран никогда не проводился чемпионат мира по футболу? Швеция, Швейцария, Португалия или Япония? Ну, тут надо смотреть с этом. Евросоюз, вот это, потому что кто-то может не там быть. По-моему, я, наверное, возьму. Чемпионат мира. Чемпионат мира. А, чемпионат мира. Чемпионат мира, да. Чемпионат мира тогда. Поэтому Европа. Ну, тут я не знаю, честно. Это просто на рандом. Как чувствуешь? Давай, я... Ну, подожди, поднимешь. Ну, давай, ладно. Можно. Михаил был точен. Это Португалия, правда. Чемпионат Европы проводился там в 2004 году. Греция стали чемпионами Европы. Кстати, португальцев мы обыграли. Третий вопрос. Вы пока, кстати, лидируете. У вас два из двух. Володь. Ничего страшного. Один правильный ответ. Ну, я понимаю, все ко второму раунду. Ты же в бесплатные игры не играешь. Здесь сейчас пока не нужны очки. Рулетка есть у тебя? Сейчас разминули. Рулетка? Рулетка есть, говорит, а то сразу пойдут выигрыши уже. Пока нет выигрышей. На черную. На черную ставь все. Ладно, кручу следующий слот. Слот. Готовы? Да. Какой еще слот? Ну, ты же про рулетку сказал. Крутите барабан. Третий вопрос. Как мы еще называем хлорид натрия? Нитрат, сода, соль или хлор? Он точно знает. Химия, вот химия это самое сложное. Да, ты думаешь соль? Не переговаривайся. Володя, Миша, я скрыл как мог. Нет, ну он говорит сто процентов. Поэтому мы доверимся. Как будто хлор из названия хлорид хлор. Ну это наверное. Ну не обсуждать, мужчины, поднимайте карточки. Не, ну он говорит, я верю Миша. Давай, поднимаем карточки. Давай. Крафт думает, что это хлор, но это конечно же соль. Красава. Хватит, ты что, под солью, кстати, хорошо показал. Соль, соль. Это тебе больше, ты шпи. А прикольный, кстати, Рил, Прокоп пришел на съемку самого нового под солью. Спасибо, Миша, миллион в кармане. Идем дальше. Сколько градусов в круге? 360, 270, 180, 90. Если готовы. А круг прямой? Да давай просто ответим. Он, кстати, круглый. Подожди, сколько градусов алкоголя в Михаэла круге? Хорошо. Ну ты неправильно. Ой, я не тот один, блядь, ну я не тот вытащил, ну я 360 хотел. Ну я поверю сейчас, что да. Ну 360 хотел, я смотрю двойка сразу. Ну что делаем, вот что делать? Да не, 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 засчитываем. Конечно. Я не ту вытащил просто бумажки. Все справились с заданием, конечно, 360. Пятый вопрос, мужчины. Какая из этих стран не входит в состав Великобритании? Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия или Уэльс? Хоть единственное, я знаю. И то сейчас неправильно будет, я вообще взорвусь. Можно поднимать. У меня не разделились. А, конечно же, правильно, что это Ирландия. Я помню именно на английском вот эту карту, которая там в кабинете. Я вот тоже из-за карты, да, я из-за карты. Let's go. Михаил, я вас поздравляю, вы в любом случае будете выбирать первым категорию во втором раунде. Но сейчас нам надо решить баталию между этими прекрасными мужчинами. И я задаю дополнительный вопрос только для вас. Готовы? Давай. Кто основал компанию Microsoft? Стив Джобс, Марк Цукерберг, Илон Маск, Билл Гейтс. Мужчины, придется задать вам самый сложный вопрос. Давай, мы готовы на все отвечать. Кто сыграл главную роль в фильме «Клик с пультом по жизни»? Джим Керри, Адам Сэндлер, Бен Стиллер, Саша Баранкоун. Ну, давай. Я бы на рандом это видел. Ну, я тоже. Ну, по-моему, Адам Сэндлер. Адам Сэндлер, правильный ответ. И, Володя, ты остаешься на своем месте, а Мишу и Крапа я попрошу поменяться местами. Я хочу вам сказать то, что стимул играть сегодня точно есть. Денежный приз на кону, в размере, пока вы узнаете в конце игры. Но это не самое важное, это не самое важное. Лев, сколько бабок будет, ты мне скажи. Приятный бонус. Приятный бонус, как от моего партнера. Кстати, обязательно переходите в закрепленный комментарий. Там ссылка на мой телеграм-канал. Подписывайтесь и поддерживайте меня и развитие моего канала. Самая главная новость. Победитель сегодняшней игры выйдет в гранд-финал. А в гранд-финале знаешь, сколько можно выиграть? 100. Ни в коем случае. Михаил, так было в прошлом. Так было в первом сезоне. Ну, мы растем. Канал растет. 200. Ну, это ты обижаешь. Обижаешь канал ГАЗ. По лям. Ну, ты тоже не думаешь. 300 тысяч рублей получит победитель. Так что соревноваться и побеждать вам сегодня, наверное, захочется. Сколько? Нет, нет, я не могу сказать. Три сотни. Мужчины, во втором раунде у нас 9 категорий. МФЛ, сериалы, игры, общая эрудиция, история, кадры, страны мира, лига чемпионов и цифры. Вот такие категории у нас сегодня есть. Первая категория будет выбирать Михаил. Что ты думаешь? Ну, давай я пойду по классике. МФЛ. Ну, да. Я так же думаю. Ну, у меня вот тут три фаворита есть, которые я прям хочу, но я не скажу. Почему? Почему? В таком гранд-финал хочет. Три сотни забрать. Такие вот темки, и ты не поймешь, куда пикнуть. Ну, как будто МФЛ самое, где можно поднабрать. Мы хотели Казик сделать, но решили, не надо. Да, а что там развивать-то? Три семерки красные-черные. Ты любые, какую хочешь. Честно, а что, гонорар в Казик крутанете? Ну, честно. Да? Гонорар в Казик крутанешь? Мне уже не нравится. Вот молодец, вот молодец. Нет, играть не надо. Это все плохо. Конечно. Эти съемки такие скинулись у нас. Учий капитал. Миш. Да? Медиафутбол. Минута. Ты все знаешь. И она начинается. Прямо сейчас. Сколько команд выигрывали в медиалигу? Четыре. Правильно. Кто не забил решающий пенальти в игре 2 мая между 2D и Амкало? Эрикьяно. Кто? Эрикьяно. Нет, хул. Кто автор первого гола в истории Амкало? Ромарой. Верно. Кому была адресована фраза некита? Я это создал, а ты тут за бабки. Текила. Правильно. На каком стадионе прошел финал четвертого сезона МФЛ? Волгоград. Правильно. Автор первого гола медиафутбольной команды в Кубке России? Алексей Гассиев. На что ты улыбаешься? Кто из девушек забил первый гол в рамках МФЛ? Светлана Думыч. Верно. С чем именем названо правило, запрещающее менять много команд по ходу сезона? Ну такой медиафутбольная... Шлюшка? Да. Кто? А, Багдасар. Правильно. Какие команды принимали участие в суперкубке МФЛ? Титан, Тудросс, Броукер, Родина Медиа. Верно. Последний вопрос. Фух. Да ты хорош, Минс. Хорошо идешь. За какую команду заявлен чемпион мира по футболу? Хороший вопрос. Обалдеть можно. Да, ты не ответишь. Задавайся. Понимай руки, скажи все, Леха. Ну ты и так много ответил, ты что делаешь? Я вот сейчас начну думать, дайте мне 8 секунд. А. Неужели? Он в Кубке Лиги? Команда. За какую медиафутбольную команду? Он может не играет. Уже ты тянешь, но ответи, скажи, я не знаю, потому что ты и так здесь ответил на 8 правильных. Синдикат. Честно, не знаю почему. Народная команда. Кто? Филимонов. Филька, конечно. Чемпион мира по пляжному футболу. Я же сказал с футболом. Я сказал по футболу. А, но я вообще не играю. Даже не обидно за последнего. Не, ну обидно, обидно за хулу. За хулу обидно. Да, я тоже. Как может быть обидно, когда ты отвечаешь на 8 вопросов из 10? Да, вот за хулу. Как только ты сказал хулу, я сразу вспомнил даже пенальти. Ну что? Фидос отбил. Да, это правда. Так, ну я вот думаю из двух категорий. Это общая эрудиция и страны мира. Какая из них полегче, Леха, скажи мне. А мне кажется, ты сейчас из-за того, что уже сколько? 8 месяцев трезвий и тебе будет все легко. Ну давай тогда. Я честно, знаешь, что хочу сказать? Что ты большой красавчик. Да. И что многие, кто ведет здоровый образ жизни, на твоем примере получились. Молодец, я тебе аплодирую. Поэтому я тебе подскажу все ответы, потому что Томпаков не должен выиграть. Да ладно, ну давай страны мира. Страны мира. И тут была одна из трех, о которых я хотел. Ну попробуем. Как бы географию люблю, страны знаю. Надо попробовать силы свои. Главное не спешить. Но 20 в прошлом выпуске почти тебе гарантировали. Из 10? Без 10. Из 10? А может быть минут 5-10? Пятого утра. Не суть. Я верю, что сегодня ты сможешь побить. По крайней мере. Интересно очень. Я чувствую мандражек присутствует. Конечно. Пульсик, пульсик, пульсик возьми. Нам еще стулья убрали. Все, не могу, я падаю. Володь, готов? Готов. Минута. Поехали. На флаге какого государства изображен кленовый лист? Канада. Правильно. На каком материке находится Эквадор? Южная Америка. Абсолютно верно. Столицей какого государства является Бишкек? Бишкек. Это Кыргызстан. Правильно. Какая страна лидирует в списке самых мирных стран мира? Лидирует? Ну, Исландия, Норвегия. Швейцария. Какое карликовое государство граничит с Испанией и Францией? Ватикан. Андорра. Какой стране принадлежит остров Боро-Боро? Ура-Боро. Песню знаю такую. Город не знаю. Ну, не знаю. Ну вот, будешь знать, что это французская Полинезия. Какая страна больше по площади? Индия или Австралия? Ну, Австралия это континент целый. Я думаю, что Австралия. Верно. Назовите столицу Хорватии. Цервена, Хорватия. Легкий вопрос. Давай дальше. На каком языке разговаривают в Бразилии? Последний вопрос. На каком языке разговаривают в Бразилии? Я думаю... Подожди. Ну, вообще-то на испанском там везде, но как бы надо... Португалия. Это верно. 5 правильных ответов у Володи. Динамо, Загреб. Ну, ты же знаешь, ты куда-то к Цервению ушел, да? В Сербию. Ну, блин, тяжело. Какие-то... Нет, какие-то вопросы. Вообще-то жесткие были. Какие-то Южная Америка ответила нормально. Володь, бросавец. Ну, когда Ватикан уверенно ответил, я подумал. Идут, да. Нет, я подумал, он попал еще. Зеленый. Это бы вообще было, да. Ну, очень сложные вопросы, если честно. Французская Полинезия не знала? Ну, а ты песню только знаешь. Ну, я ж типа подсказал. Французскую Полинезия? Да. Такого мы не знаем. Краб. Ну, мне надо... Мне кажется, что-то футбольное, наверное, ты должен выбрать. Нет? Ну, как будто Лига Чемпионов. Ну, как будто. Атмосфера все-таки. Все-таки атмосфера и пенальти ты когда реализовал, как-будто в Лиге Чемпионов. Криштиану прыгнул. Все было красиво. Давай, минимум пять. Я тебя жду. Давай, Лига Чемпионов поехали. Блядь, как сложно. И вы крапи там гадаете. Давай, я в тебя верю. Минута. Если не знаешь, если не знаешь, то, конечно, пропускай. Поехали. Самый титулованный клуб в истории Лиги Чемпионов. Игра Мадрид. Верно. Как раньше называлась Лига Чемпионов? Пропускай. Как Лиги, вот. Кубок Европейских Чемпионов. На каких языках исполняется гимн Лиги Чемпионов? Их несколько. Английский. Есть. Испанский. Нету его. Ммм. Ну, перечисли быстро. Я, может, тебе зачитаю, если попадешь. Да не, я не знаю. Французский и немецкий. Ага. Прозвище Кубка Лиги Чемпионов. Ушась. Правильно. Молодец. В какой стране прошло больше всего финалов Лиги Чемпионов? В Турции. В Италии. Сколько раз Лука Модридж выигрывал Лигу Чемпионов? Три. Шесть. Самый титулованный тренер в истории Лиги Чемпионов? Анчелоки. Верно. Сколько команд принимают участие в Лиге Чемпионов с этого года? Сейчас новый формат. Давай... Тридцать две. Тридцать шесть. Кто выиграл Стамбульский триллер? В Стамбуле. В Реал? Нет, нет. Такой вот великий матч был с камбэком. Последний вопрос. Стамбульский триллер. Стамбульский триллер. Стамбульский триллер. Там был один великолепный камбэк одной из команд. Но там Ливерпуль играл с... Ну давай Ливерпуль. Ааа. И это Ливерпуль. Он играл с Миланом, я... Я смотрел, Ливерпуль. Я засчитываю. На Ливере вывез. Браво. Пять, как ты говорил, наверное, плюс-минут. Четыре правильных ответа. Слушай. Ну нормально. Ну в порядке. И все очень близко. А как Лига Чемпионов называлась? Лига Европейских стран? Кубок Европейских Чемпионов. Кубок Европейских Чемпионов. А, Чемпионов. Мужчины. Прикольные вопросы. После первого круга все достаточно близко. Феноменальный старт Прокопа. 8 баллов. Он на первом месте. Где-то рядом Володя и его познание в географии. Ну и Краб не отстает. Четыре правильных ответа на тему Лига Чемпионов. Молодцы. Интрига живет. И просьба сейчас Михаила не убивать ее. Потому что это будет... Потому что ты можешь стать медиафутбольным преступником. Ты кого возьмешь? Так я все останется. Нет, ну ты вот если что-то хочешь, я не буду брать. Ну, бери кадры. Давай мне кадры. Кадры. В этой категории мы скрыли известных людей за смайликами. Угу. Ваша задача назвать человека, кто изображен на фото. Готов? Всегда. Минута. Подсказка. Не спешить. 10 фотографий. Иногда у нас заканчивается быстрее. Согласен. Покойненько, да? Готов? 6 секунд на фото. А зачем я тебе подсказываю? Вот тебе дал наводку, как говорится. Да нет, ну если я пойму, то я с 30 секунд должен ответить. Готов? Поехали. Наводку, Леха, давай, давай. Минута. Я с удовольствием принял. Минута. Поехали. Я с удовольствием. Я с удовольствием. Леонель Месси. Правильно. Прокоп. Правильно. Игуршик. Текила. А это надо знать. Ну, у меня три варианта. Либо ты, либо Майк, либо Краб. Это Краб. Молодец. А, это Криш. Что-то я подумал, что он справа. Да, это Криш. Правильно. Элия Гудаева. Яна Ромашкина. Я сам думал Элия Гудаева. А, молодец. Вреха. Василий. А, стой. Герман или Классик? Верно. Ес, сэр. Александр Овечкин. Кто-то Рубика хороша, конечно. А, Ира под Шебякину. Под Шебякин. Да ну нахуй. Правда? Правда. Да это монтаж какой-то. Как будто пределанный. Как, конечно, пределанный, блин. Посмотри. Это точно не то. Да как, посмотри. Наш президент. Смотри. Это президент Ватикана. Папа Римскина. Миш. Да это похиня. Ты стабилен. Семь правильных ответов. В сумме приносит тебе 15 баллов. Это... Че, пойдем, может? Я писал, как бы. Очень легко, на самом деле. Володь, а ты бы на сколько ответил? Ну, на все. Кроме Коля. Кроме Ирии под Шебякиной. И Элигу, да. Ну, сколько Прокопс, только я ответил. Ну, 8, да. Вот поэтому в разминке надо было выложиться. Да не, ну кто ж знал, я об кадры не выбрал. Я ж знал, что такие картины. А я просил тебя лишь об одном. Не убивай интриг. Я спросил, ребят. Да давайте щас дотянем, щас 10 отвечу. Я... История. Или что? Историю нет, думаешь? Да, мне кажется. История это краба рубрика. Он знает, он знает, он знает. Я просто, когда ты в первом раунде думал, я думал, ты эрудицию. Общая эрудиция, история. Ну, давайте общая эрудиция. Общая эрудиция. Посмотрим мои знания на все в этом мире. Вот прям на все? Конечно на все. Общая эрудиция для Володи XXL и его минута начинается прямо сейчас. В каком месяце 28 дней? В одном. Во всех? Какого цвета животные альбиносы? Какого цвета животные альбиносы? Белого, наверное. Правильно. Что пьет корова? Она не пьет ничего, она жрет травку. Нет, она пьет воду. Блядь, ну... Сколько, сколько месяцев в столетии? Сколько месяцев в столетии? Здесь надо посчитать. Сколько месяцев в столетии? Я не знаю, бэй, вопросы тупые нахуй. 12 на 10 просто. 1200. 12 на 10. 1200, да. Какой океан находится между Африкой и Австралией? Африка и Австралия? Атлантический. Индийский. Какого знака зодиака люди, родившиеся 8 марта? Это, получается, у нас рыбы. Молодец, Володя, правильно. Ты понял? Назовите четвертую планету от солнца. Сатурн. Марс. Первый царь из династии Романовых. Первый царь из династии Романовых? Быстро, пропускай, я тебе там последний вопрос. Пропускаю. Михаил Федорович, последний вопрос. Готов? Последний вопрос. Какое слово в словаре написано неправильно? Подожди, надо подумать, есть последний вопрос. Ну в словаре же все слова правильно написаны. И твой ответ? Ну никакое. Ну вот. Неправильно. Неправильно. Можно меня бал? Неправильно. Да, он ответил. Нет, ну там Краб подсказал, да. Ну неправильно. Неправильно, слово одно, неправильно. Это верно. Защитывай, у меня и так сложные вопросы были. Ты вообще прикалываешься. Защитывай, верно, верно. Три правильных ответа. Ну а что корова, корова что ничего не пьет? Легкая была, я тебе скажу. Легкая была? Типа в целом была. Ну не, вот эта хуйня. Ну и все, какой ты бы еще ответил вопрос? Ну в воду хотя бы. Володя. Тяжело, на самом деле я разочарован в себе. Ну очень странные вопросы были. Нет, ну а про корову? Кто пьет корова? Греби молоко, жжет травку и ты следующая. Я искал воду. Ну если она на сушке. На сушке? Когда марафон бежит тогда. Володь, ну три правильных ответа в сумме восемь. Ну шансы есть. Такие шансы. Краб. Нормально. А ты догонишь прокопа? Да меня бы Володю перегнать, сложные темы остались. Ну давай я ею. Цифры. Цифры. Это что-то новое. Вот я бы взял. Цифры, цифры. Самая трудная категория в сегодняшнем шоу. Была не цифры, была не цифры. Спокойно, спокойно, спокойно. Зачем качаюсь? Ну немножко. Там замок такой пошел сейчас. Готов? Да. Минута. Сколько раз сборная Бразилия становилась чемпионом мира по футболу? Давай... Один. Пять. Сколько раз Криштиан Роналдо выиграл Лигу чемпионов? Мне кажется, два. Пять. Все еще вопрос пять. Под каким номером в историю вошел Майкл Джордан? 23. Абсолютно верно. Два плюс два умножить на два? Шесть. Ты уверен? Да. Правильно, конечно. Под каким номером играет Александр Овечкин? Восьмой. Верно. Высота Эвереста. Примерно. Бля, или ты на в ролике? Ну, может быть... Две тысячи метров. Нет, конечно. Почти девять километров. Сколько сезонов в Игре Престолов? Двенадцать. Восемь. Какие цифры используются в большинстве стран мира? Ну, ты какими цифрами пишешь? А, римские. Нет, конечно. Арабские. Сколько раз российские клубы выигрывали Еврокубки? Последний вопрос. Подумай. Один. Ну, как один? Ну, через как. А Зенит тебе не клуб? А, Зенит тоже с темночком. Ну, да, два. Ну, какое два? Зенит еще суперкубок взял, поэтому три. А, окей. Правильно, сейчас был три. Ага. Ну, слабо. Слабо. Ну, три балла ты заработал, и в сумме почти, знаешь, уже приблизился, уже на пятки дышишь, Володя. В пятки? Ну, третьим согласись сложнее. Лех, ты какие? Про какие Леха пятки говорит? Да. А, я понял, все, извиняюсь. Да, да, поехали. Ребят, после второго круга медиафутбольный убийца Михаил Прокоп, который не любит интригу, набрал 15 баллов. Володя, восемь. Краб, семь. Семь. Все рядом, все рядом. Ну что, Михаил? Ты уча восьмой номер, уча седьмой? Да. Михаил, три темы осталось. Сериалы, игры и история. Наверное, вы хотите взять историю? Честно? Никогда в жизни. Правильно понимаю, что... Давай игры, да. Игры. Одна минута, я постараюсь его максимально засадить. Поехали. Чемпионат мира по какой игре называется The International? КСГО. Дота 2. Я лох. В какой настольной игре участники покупают недвижимость? Монополия. Верно. Старинная русская игра с фигурками из деревянных столбиков. Не настольная она, да? Городки. Правильно. В этом футболе Россия становилась трехкратным чемпионом мира. Никакой абсолютно. Сейчас скажу, я скажу. Нет, пляжный футбол, нет. В какой игре можно выиграть серию I am Intel Extreme Masters? Чего? В какой игре можно выиграть серию I am Intel Extreme Masters? Контр страйк. Контр страйк. Правильно, молодец. Как называется игра, где необходимо аккуратно доставать части башни? Дженго. Это верно. В какой игре можно сделать трипл-дабл? Трипл-дабл. 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 В КС. В КС. В КС. В КС. Where will you start playing with a show or a show-up? Собновление своего личного рекорда. Здесь ты мог в играх чуть получше ответить? Я согласен. Согласен. Вот про доту я честно знал. Но выбил контр страйк. Я сказал контр страйк и когда я уже понял сам все. Ты спешил поспешил, да. Считай я бы ответил, потом КС бы ответил. Володя. Ну что. Осталось две темы. История и сериалы. Ну конечно история. Конечно история. Все не хотят брать эту тему, поэтому я возьму историю. Володь точно? Историю? Ну блин, давай попробуем что. Ну, подожди, будем спешить или будем стараться ответить на как можно больше? Как можно больше. Точно? Конечно. Историю выбрал Володя XXL. Поехали. Когда началась Первая мировая война? Подожди, рядом с 18-м что-то, 1918-й, я думаю, 1907-й. 1914-й. Кто основал Москву? Юрий Долгорукий. Верно. Прозвище царя Ивана IV. Грозный. Верно. Назовите точные даты начала и окончания Великой Отечественной войны. 39-45. 41-45. Точные даты. 22-го июня закончилась. Началась, началась и 9-го мая закончилась. Я зачитаю. В каком году Наполеон напал на Россию? 1911-й. 1812-й. Ой, блядь, 1800-й. Я перепутал 1800-й. Не путай, поехали. Сейчас важный вопрос. Чье тело хранится в мавзолее на Красной площади? Молодец. В каком году сборная СССР стала чемпионом Европы по футболу? Не знаю. 1960-й. Первый человек, полетевший в космос. Гагарин. Верно. Кто был генеральным секретарем СССР во время Великой Отечественной войны? Последний вопрос. Секретарь, да? Это было 10 вопросов или 9? Это был 9-й вопрос, но у тебя есть время подумать, потому что он последний. Кто был генеральным секретарем СССР во время Великой Отечественной войны? Секретарем. Я знаю, кто был как бы... Ну, ответь, ответь, как ты думаешь. Просто вот доверься. Сталин. И это правильно. Молодец, Володя. Честно, вообще респект. Да блин, я перепутал Наполеона с 1812-й. Я знаю уже эту дату, все это знают. 1812-й, а я ее с 1900-й перепутал просто. Володя, 6 правильных ответов в сумме дают тебе 14 баллов. А 14 баллов это всего лишь на 4, меньше, чем у Михаила. И в супер, конечно, я тебя вытащу. Спасибо, Лизаус, и тащи меня. Ни в коем случае. Так, ну что, сериалы? Перейдем к сериальчикам. Ты должен. Подожди, смотри, Володя сейчас показал превосходный результат. Давай. А ты сериалы смотришь? Сам последний смотрел «Бумажный дом», потом смотрел «Молодежка», «Иванова», «Иванова», там разные такие. Так, сейчас подожди, я сейчас вычеркну пару вопросов, просто ты вроде смотрел. Ладно, минута, поехали. Какое прозвище у сутенера в сериале «Жить по вызову»? Краб. Сутенера? Ну, блин. Ёбарь. Мэджик. Как называется испанский сериал, где трое подростков из бедных семей попадают учиться в престижную частную школу? Убиваешь краба сейчас. Ну, пропускай. Скипл. Элита. В каком сериале впервые встречаются персонажи Сеня и Федя? Где готовят вид? А, кухня. Молодец. Точно. Главный герой... Готов? Главный герой сериала «Нарко». Как? Главный герой сериала «Нарко». Не знаю, наркоман. Барон. Ну, барон, да. Пабло Эскобар. Пожалуйста, ребят, не превращай слово. Пабло Эскобар. Да, ты... Дальше. Кто исполнил главную мужскую роль в сериале «Метод»? Блин, этот... Я смотрел недавно, типа, там, обложку этого. Я не знаю. Александр какой-то там. Ты отвечаешь? Александр Петров. Какой Петров? Константин Хабенский, последний вопрос. Я успеваю тебе... Бля, я у меня был в голове... Да ты не отвечаешь, он вообще волнует. Ты не отвечаешь. Мне пофиг. Вот, делайте, что хотите со мной. Давай. Вот, делайте, что хотите со мной. Он будет отвечать на все вопросы. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, не подсказываем, не подсказываем. Готов? Угу. В каком сериале вам встретится Рейнира Таргариен? Да я не знаю, бля. Дом Дракона. Ну что ж. Второй раунд закончил. Ну это вообще... Ты его закончил и набрал один. Правильный ответ. И в сумме у тебя восемь. Ну, очень сложные. Самые сложные сериалы были. После второго раунда я хочу сказать, что Михаил набрал 19, Володя 14 и Краб пока 8. Но все может еще решиться в финальном раунде. Да я говорю, у меня такая тема, что они смогут на нее ответить. Друзья, пока вы смотрите этот выпуск, хочу поделиться с вами новостью о нашем бренде Ринаме. Мы представляем лимитированную одежду футбольной тематики, которая точно привлечет ваше внимание. В преддверии праздников это отличный способ порадовать себя и своих близких. Нас уже поддержали многие из комьюнити и теперь у вас есть возможность забрать свою уникальную футболку. Да что говорить, просто перейдите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом и выбрать идеальный дизайн для себя или в подарок. Вся информация внизу под роликом, а мы продолжаем. Ребят, ну что, третий финальный раунд. Я вынужден вам напомнить правила. Я вам покажу 12 ячеек, где есть из них ваши специальные темы. У Прокопа это Амкал, ячейки красного цвета. У Володи это Зенит. Ой, как хорошо. Синий цвет. И у Крапа желтые ячейки и тема биография Неймара. И также у нас есть общие вопросы. На общий вопрос, если вы отвечаете, получаете один балл. На свою тему два балла и на тему соперника целых четыре. Я вам покажу сейчас ячейки, ваша задача запомнить. Если хотите догнать Михаила, рекомендую запоминать его и ячейки, и ячейки соперника, ведь они вам даруют целых четыре балла. Прокоп, красный цвет, Крапа желтый цвет, Володь, ты синего цвета. Окей, я не... Хорошо, что синего. Не голубого, синего. Поехали. Поехали. У меня какой серый? Крап, у тебя желтый. Серый это общий вопрос, ценой один балл. Ты серый запомнил? Ну я запомнил, я вообще никто не запомнил. Я такой красный увидел. Я бы дал посмотреть. А вы отвернетесь? Нет. Дракон. Блядь. Такая неволина. Повел за время. Не, я специально сделал, чтобы... Да не надо. Повернулся. Ну давай нормально, поставь заново. Я просто не ощущаю, что у меня желтый. Хорошо. У тебя желтый цвет. Тема какая у тебя? Неймар. Правильно. Поехали, запоминай. Ну хватит, да? Запомнил? Угу. Миш. Могу говорить? Конечно. Четыре. А четыре это, кстати, красный цвет. А четыре это, кстати, бумага. Это Амкал последнего сезона, последних лет. Ты помнишь то, что один вопрос, 10 секунд на ответ. Согласен. Готов? А, да ты что киваешь? Готов. Ран? Нет, ну просто готов. Так я включен просто сейчас. Поехали. Назовите все клубы ФНЛ, в которых работал Виталий Панов в качестве главного тренера. Без шансов. Да. Назовите все клубы ФНЛ, в которых работал Виталий Панов в качестве главного тренера. Не скажу. Не знаешь? Ну это тоже новичок, он уже с ним не работал, откуда он знает. Нет, у меня история Амкала вообще. А он не история Амкала? Нет. Он пока заголовок. Ох, спасибо за орился. ФНЛ клуб? ФНЛ. Не в одном. Вот так я скажу. Ну это просто единство, что я могу сказать. Он работал в двух клубах, это был Волгарь и Акрон. Вот Волгарь забыл. Миш, ну чуть-чуть добавил интрижку. Володя. Ты понимаешь, это история Панова, это не история Амкала. А, это история Панова? Ну, согласен. Тем не менее, ты не зарабатываешь ни одного балла. И сейчас, если Володя ответит на тему соперника. Не говори ему ничего. Я ему ничего не скажу. Ну что, брать твою? Как же какая? Как ты запомнил? Ну я запомню. Ну я понял, 11, да? Володь. Ну давай 10. Да, это моя. 10, ячейка красного цвета. Там сейчас вопрос вообще будет. 10 секунд. Давай. Назовите соперников Амкала в Кубке России в 24-м году. Плять, все, нахуй, провал. Я думал вот этот вопрос. В этом году, да? В этом году. С кем играл Амкал? Давай будем загибать пальцы вместе. Они до 1.16. Спартак. Ну, Спартак-Кострома. Играли? Ну ты говори, да или нет? Нет, ты надеял ему дай. Володь, ты мне должен дать ответ. Что мне тебе говорить? Окей, Спартак-Кострома раз. Да. Потом 8.1 они скрутили там кого-то. Как же эта команда называется? Ну давай, Ульяновск нет. Блять, такая команда есть. Ты сейчас все команды второй лиги перебираешь? Володь, ну здесь... А, Коломна. Коломна. И еще одна команда. Я еще должен одну команду дать. Спартак, Коломна и с кем они первые играли? А, 8.1 играли. Наверное, Текстильщик. Текстильщик, нет? Москва Текстильщик. Или позапрошлым году они вылетели, не помню. Ну, Текстильщик, но он Текстильщик из Иваново. Да, Текстильщик команда. Еще есть один клуб. Они 4 игры играли. Ну, Текстильщик. Последний, ответь, последний. А, 4 игры? Нет, назови еще раз все команды. А, Коломна. А, потом... Спартак-Кострома. А, Спартак-Кострома, Текстильщик. И? Последний не назовет. На N может что-то. Ну, из ПНЛ клуб. Ага. Все, Аланя! Летс го! Аланя. Красавец. Аланя, кстати, верно. С Костромой они играли? Да нет, конечно. Амкал играл против Коломны. Велес, Космос. Космос. Что, блядь, Космос? Колома, Велес, Космос. Володь, знаешь, как я говорил? Вот весь твой ответ, как мой вот этот удар где-то рядом. Поэтому ничего страшного, но ты пытался. Пытался. Кстати, сейчас скраб может спокойненько чуть приблизиться. Ячейку. Можешь чужую убрать. Давай седьмую. Это твоя. Снимая. Это его. Это его, это Неймар. Это Неймар, конечно, это крабчика. Готов? Да. В каком клубе началась профессиональная карьера Неймара? Сантос. Дуглас. Коста? Что? Нет, Дуглас Сантос. Уже можешь сыграть. Два балла зарабатывает краб и немножко приближается. Десять сумми у тебя. Михаил, вашу ячейку немножко спионерили. Он брал десятую, да? Я не помню. Ты десятую брал? Да. Одиннадцать. Мне стыдно, что я бы не ответил даже на прошлый космос. Одиннадцать, одиннадцать. Мне кажется, Михаил рискует не ответить на этот вопрос. Ведь он очень тяжелый. Десять секунд. Под каким номером играет Ефремов? Не знаю. Двадцать два? Ну нет, скажи нет сразу, если нет. Ну вот здесь лицо делать, как будто я уже просто в бинго попал. У меня почему-то говорили 22, либо 23, но я скажу 22. Или? Ну это будет обидно, но 22. Я уже сказал. Обидно? 23. Он хотел выбрать, но играется по 22. Правильно, Михаил, правильно. Да, ты выиграл. Я поэтому и веду это шоу. Потому что я могу рассказать. А кто это? Не, ну реально, где он играет? Крайний на... В космосе. И 21 балл. Очко. Володя. Просто свой номер скажи. Думаешь? Ну ты подумай, какой свой номер. Не, я свой номер знаю, но я не хочу на свой номер. Нет, свой номер скажи. 8, 911, дальше Кутя. Не скажи. Нет, нет, скажи свой номер и все. Не, не, не. Это крапая ячейка. Сейчас ты должен понять. Восьмой. Восьмой, это... Это его номер шубарный. Общий вопрос. Это пиздец. Это общий вопрос. Никогда в жизнь не поверю. Ты сейчас его просто подставил. Он врет. Это общий вопрос. Так, клянусь, нет. Но про Неймара. Клисейка желтого цвета. Если ответишь правильно, 4 балла заработаешь. За какой клуб Неймар забил больше всего голов в своей карьере? Ну, это вот либо первое его, либо Барселона. Это Лиза. Это Лиза. Ты подумай. Бей, секунду тебя есть. Ну, он точно правильно это есть. Получается, есть ПСЖ, Барселона и Сантос, да? Надо выбрать, какой из этих. Аль-Хи-Ляль. Какой, блядь, Хи-Ляль? Да, он там, это лочилось. Смотри. Просто, вот говорю, как по логике. ПСЖ точно нет, потому что там не раскрылся до конца. Надо смотреть, во сколько он уехал в Барселону и мог ли он заколотить за Сантос столько мячей. Сантос. Правильный ответ. ПСЖ. ПСЖ? Я бы либо Барс, либо ПСЖ. Володя! Сантос, он, блядь, не забивал, брат. Он просто возил рыбу. Он шоу делал. А как так, по сюжету, я думал, что ты не играл? Сделай шоу. Давай. Может, Зенит? Ну вот, я, да, конечно, знаю. Ну, Володя-то, Володя-то, обыграть самый умный-то, это же, блин, это же азарт, а? Давай номер, я просто не запомнил их. Ну, пикни, ты спортивный. Пять. И моя. Блин, я теперь понимаю, почему в казино ты только слил. Давай другую, я тебе даю шанс. Другую. Ну, окей, девять. Тоже не то, блядь. Да не, ну, блядь, это запомнил ячейки, клянусь. Ладно, ну я и могу, ячейка. У меня глаза разлетелись. Ячейка девять. Это общий вопрос. Готов? Да. Какая официальная валюта в Индии? Ой, изи вообще. Почему все? В Индии? В Индии? Тугорики. Я не знаю. Тогда просто доллары на фарту. Какие доллары, блядь? Да, блядь, просто, я не знаю, братан. Рубия, рубия, рубия. Рубия? Да, вот я бы не ответил. Я бы ответил. Да, Михаил. Да. Малю, выбирайте ячейку. Сейчас у меня вылетел из головы, но хочется в Зенит попасть. В целом? В целом, конечно, в целом. Здесь-то что это за желание? Два питерских стоят, просто. Валой тоже наш, кстати. У них общая тема, бля, своя. А 12 занята? Нет, ячейка 12, кстати, она еще в игре. 12. 12. Это ячейка? Это Зенит. Это Зенит. Это правда Зенит. Готов? Всегда. В каком году Сергей Семак стал главным тренером Зенита? Ну, это, наверное, можно. Это можно, но я просто... Угадать. Ну, сколько раз чемпионом становился в целом, так посчитать? Ну, больше 10 лет он, нет? Ладно, я сейчас чуть охуел. Нет, смотри, сколько чемпионом он взял. Знаешь, сколько чемпионов он взял? Угу. Володя! Володя, тебя пороть надо. Давай. У него просто тема Зенита, бля. Володь, я это так, я это образно, знаешь, так говорят. Неправда сейчас. Я думал, бля, сейчас. Два варианта ответ. Называйте, Михаил один, либо я, вот просто тыкните, и все. И пойдем дальше. 18. Второй вариант был 16. Все, вот. Ну, 18 это правильный ответ. 4 балла. 25. Так легко он бы не сказал. 25, и ты... Ну, я не верю уже. Не, не, я считаю, сейчас... Правда? Ну, мне очень, мне очень приятно, что ты не можешь раскусить меня. Правда, 25, и ты побил свой предыдущий рекорд первого сезона. Ну, газ, хватит. У меня было 18 или 16? Володя. 3 может. 3. Ячейка номер 3. Желтого цвета. Ой, браво. Неймар? Это Неймар, да. Это Неймар и... Браво, вообще интересно будет. Там точно нормальный такой образ может есть. Да мне Неймар уже задолбал. Где он надо обоихся голевых? Здесь, как и в любом вопросе, надо немножко подумать. И, возможно, с помощью эрудиции, дедукции, ты спокойно ответишь на него. Поехали. Хотя вопрос может показаться тебе очень сложным. В каком году Неймар стал олимпийским чемпионом? Так, Олимпиады, смотрите, у нас надо подумать. 16, 20, 24. 24 точно нет. 20. Правильный ответ в 16. Ну, вот ты очень классно разобрал этот вопрос. Молодец, поэтому я накину тебе целых 10 баллов. Ох, не курится. Ну да, тоже, в херню несу. Володь, у тебя осталось 14. Ну, блин, вообще не прет. Какие остались? Тебе надо ответить на ячейку синего цвета. И ты, и ты догонишь Володю. Осталась ячейка 1, 6, 2 и 5. Давай 6. 6! Моя, Зениточка. 6. Ячейка синего цвета. Поднимаем бабки. Куда его? Давай поедем на этом автобусе по Питеру сейчас. Кто лучший бомбардир Зенита в Еврокубках за всю историю? В Еврокубках? Ну, у меня вариант Киржаков сразу. Это правильно, это правильно. Я должен сразу считать, красавец. Здорово. 4 балла. А какая-то борьба у нас, да? Отлично. За второе место. Но я уже хочу сказать сразу то, что Михаил становится самым умным и выигрывает эту игру. Но играем дальше, потому что борьба еще есть. Миш, 1, 2 и 5. Что ты выбираешь? Давай 5. 5. Это... Чтобы у них сейчас будет бой. Общий вопрос. Готов? Да. На каком континенте находится самая большая в мире пустыня? Ну, неужели это подвох такой сейчас будет? Ну, естественно. А как в этой передаче? Ну, только так. Принципиально не скажу. Африка? Не скажу. Правильно, но не говори. Правильно, но не говори, ты сказал. А я... Ты же не понимаешь, играю я или нет. Жду ответ. 10 секунд прошли. Миш, надо ответить. Америка. Антарктида. И что ж, осталась ячейка синего цвета и общего вопроса. Володя, если ты выберешь ячейку синего цвета и ответишь, то ты точно выиграешь. Ну, давай. 1. Ячейка номер 1. Точно? Конечно. Ты уверен? Уверен. Может, нет? Все, иди в жопу. Ячейка номер 1, это общий вопрос? Я же говорю, бойня сейчас. Да какой общий вопрос? Это общий вопрос. Это зенит. Конечно, это зенит. Володя, сколько раз зенит выиграл чемпионат России по футболу? Чемпионат России по футболу. Угу, 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 угу. 6. Не может сейчас быть такой. Как не может? Конечно, не может, потому что 10 раз выиграл зенит. Ты только с Симаком считал? А, блядь, да. В этом я долбою просто. Я подумал, у них звездочка добавилась на эмблеме. Я думал, а, 5, еще вторую забыл. Конечно, 10. А почему 10, если 11? 11 они брали в 1984 году. Это было в СССР. Володь! Сейчас я могу выиграть. Володь, да. А за второе место там у нас приз. Приз. Какой приз? Ну, согласен, какой приз за второе место? Правильно, есть только первое. Ячейка второго цвета осталась. Общий вопрос. У нас сейчас ничья? Да. Да, готов? Конечно. Сколько зубов у взрослого человека? Ну, а если не выпал молочный, типа 18? А? 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 10 секунд. Ну, пусть будет 32. Ты попал. Ну, я же знал. Ты знал? Конечно. Ты что, думаешь, я вообще тупой, блядь? Нет, 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 нет. 32. Грязная шутка. Давай. Маменыч, взрослый человек? По факту. Чего у него зубы не растут? По факту. Взрослый? Взрослый. Что, у человека 16 зубов? Некорректный вопрос. Некорректный. 32. Это правильный ответ. И? Есть целый. Краб набирает 15 баллов и занимает второе место. Володя 14. Но он был прекрасен. Но и первое место занимает Михаил. Целых 25 баллов. И он получает путевку в гранд-финал. Он в Таиланд. Где будет биться за 300 тысяч. И как победитель сегодняшнего выпуска он получает 15 тысяч рублей. И мы едем вместе на такси. Мужчины, вам большое спасибо, что пришли. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы проверили свои знания, свои силы. Вы были большие молодцы. Я вообще скайбл, газ. Классная рубрика. Вам большое спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на этот канал. Напишите комментарий. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok